В эфире программа «Время говорить» в студии Юлия Рогодская. Здравствуйте! И сегодня у нас в гостях поисковое объединение «Авиапоиск». Командир Ярослав Ливанский и боец Сергей Балкин. Парни, добрый вечер. Здравствуйте. Ярослав, ну поскольку вы командир, первый вопрос адресую вам. Конечно, каждый приморец, каждый из нас слышал про авиапоиск, но все-таки для полноты картины я хочу напомнить. Что это такое? Как появилось поисковое объединение? Как пришла идея? Чем занимаетесь? Работаем мы уже 14 лет практически. В июне было 14 лет нашей организации 2007 года. Мы на территории Дальнего Востока ведем работу по поиску незахороненных останков советских военных летчиков и бойцов-красноармейцев, погибших в боях у озера Хасан 1938 года. Но наша организация на сегодняшний день, наверное, одна, которая занимается в прямом смысле чистой поисковой работой, и в полях, и с документами связанной. И результатами являются 140 найденных погибших летательных аппаратов, 86 человек, останки которых были захоронены, переданы на земле. И сейчас еще два экипажа готовятся к захоронению. И 11 красноармейцев в общей сложности было поднято на местах боев в озере Хасан, из которых 5 человек мы нашли именно пропавших без вести. Ну, ведется патриотическая работа с молодежью, воспитательная работа, проводятся военно-исторические экскурсии, просветительская работа, книги пишем, опять же. То есть вот такая комплексная поисковая работа по вековечению памяти погибших военнослужащих. Ну, а почему все-таки, почему именно было принято решение? Как-то так получилось, что когда нашли первый самолет и останки летчика, ну, мысль пришла, что человек, наверное, пропавший без вести, его родные когда-то искали, возможно, до сих пор продолжают, а внуки, правнуки искать. И стали работать с архивом и с документами, узнали, какое количество огромное было авиационных катастроф, происшествий, где летчики не были найдены, опять же, во время этих происшествий. И вот как-то постепенно, постепенно зародилась вот такая работа. И обороты набрали со временем. И сейчас вот уже работаем достаточно профессионально. Слушайте, ну, чтобы найти как-то первого летчика, да, для этого же должно было что-то произойти. Я не представляю, чтобы вот так вот я где-то шла, да, и куда-то там чем-то занималась, и вдруг нашла останки летчика. То есть этому предшествовало что-то? Нет, абсолютно. Занимались военной историей, изучали фортификационные сооружения, подземные сооружения, опять же, то есть, и просто потом знакомые пригласили посмотреть, говорят, в тайге нашли самолет, обломки. Ну и поехали смотреть на эти обломки самолета. Так как с авиацией, ну, были связаны по мере увлечения, вот, ну, поехали, определили тип самолета и 15 бис, вот, ну и все, и дальше вот уже начали заниматься. Ну, то есть вот так хобби стало, наверное, каким-то делом жизни, что ли? Да. Можно и так сказать. Сергей, а все-таки первостепенная задача – это поиск самолетов, летательных аппаратов или это поиск экипажа? Главное, конечно же, поиск экипажа. Самолеты нас интересуют так, ну, постольку-поскольку, потому что задача поисковых отрядов, как Ярослав уже сказал, поиск увековечения пропавших без вести военнослужащих, погибших при исполнении своего долга. Ну и поэтому для нас самое главное – это экипаж. Как происходят поиски экипажей? Это всегда связано с падениями самолетов или нет? Ну, экипажи самолета, само собой, связаны с самолетом, да. Тут поиск экипажа… Поиск людей, да. Главное, чтобы установить, что за экипаж, даже если мы не знаем, что за самолет, вот набрели на обломки какие-то случайные, сперва устанавливаем тип самолета и нужно найти какую-то привязку, нужен нам номер серийного самолета или номер двигателя, по которому можно установить судьбу летательного аппарата и уже выйти на то, кто на нем летел, какой экипаж был. Собственно, так привязка и происходит. Знаете, мне что интересно во всей этой истории? Ведь у нас здесь, на Дальнем Востоке, во Владивостоке в частности, да, мы говорим в основном о военных самолетах. Таких уж прям, ну, боевых действий, да, как были на фронтах, их здесь не было. Откуда здесь такое количество военных самолетов, разбившихся в годы войны? Дело в том, что здесь не только в годы войны самолеты падали и разбивались, тут еще и до войны, и после войны. Суть в чем? Суть в том, что, да, действительно, многие люди задают вопрос обычно, почему столько самолетов много, то есть, ну, не воевали же. Дело в том, что, если говорить коротко и сухими цифрами, то на территории Приморского края было более 50 военных аэродромов, это морской и армейской авиации. И на каждом аэродроме стояло по одному, а то и по два авиационных полка, каждый день, которые летали, тренировались, учебно-тренировочные полеты производили, учебно-боевые вылеты на полигон, по маршруту и так далее. И один полк – это порядка 48 самолетов. Вот представьте, то есть, грубо говоря, в среднем 40-35-40 самолетов ежедневно, да, проводят какие-то полеты на каждом аэродроме. И происходило по одному-два происшествия в день, через день, через два дня в ходе вот этих учебно-тренировочных полетов. Потому что летчики где-то совершали ошибки в ходе вот этих тренировок, где-то недисциплинированность была, где-то недоработки, где-то технические неисправности самолета, отказ материальной части, опять же, пожар в воздухе, например, да. Некоторые самолеты по причине производственных дефектов не выдерживали, скажем, перегрузок. Где-то крыло отвалилось, там, плоскость, хвост и так далее. Вот все это было фактором летных происшествий. Поэтому маршруты проходили, как и рядом с Владивостоком, в том числе, вот даже мы на территории, скажем, города Владивостока нашли несколько самолетов. Да, даже ботанический сад, вот на океанской, истребитель МиГ-19. Это буквально вот, ну, черта города практически. А сколько таких еще рядом лежит? То есть, ну, обычная вот статистика. А мне вот что еще всегда надо? Я хотел бы добавить все-таки по поводу того, что они воевали, некорректно. Потому что с территории Приморья действовала авиация во время войны с Японией в 45-м году. Работали и по Сахалину, и по Манчжурии. Так что тут и боевых вылетов было много. Так что воевали. Это заблуждение, что не воевали. Ну, я имею в виду не в том количестве, как принято считать. Воев на территории Приморья-то не было, да, но тоже участвовали. А авиация вообще такая штука достаточно опасная. Тем более того времени самолеты, ну, надо было иметь немало мужества, чтобы пилотировать их. Техника часто отказывала, и не было таких систем безопасности, как сегодня. Тут и сегодня-то самолеты теряем в 21-м веке, что про те времена говорить. Еще и когда это сопряжено с боевым вылетом, когда ты возвращаешься с вылета, там, подраненный, допустим, да, попали под истребители, ну, поврежденные самолеты где-то там не дотягивали, что-то еще. Так что, ну, тоже такой момент есть. А сколько надо мужества, чтобы тащить это все на себе, когда уже нашел? Ну, не столько, сколько нужно, чтобы летать на них. Это явно. Ну, тяжело это все находить, как-то доставать? Как это происходит? В плане находок тут, скажем так, работа вот эта поисковая для того, чтобы выйти на место падения самолета, тут необходимо провести определенную подготовительную работу. Это, прежде всего, работа с архивами, потому что, скажем, установить место падения какого-то самолета, где известно, что он не пропавший без вести, а, например, просто погибший, как у нас были случаи, самолет упал, да, ушел на глубину там от 4 до 8 метров, его военные вовремя не смогли поднять, потому что, ну, физически невозможно было, экскаваторов не было в те годы. Ну, 4-8 метров это... В болото. Да, это очень глубоко. А если самолет пропавший без вести, то есть его не нашли в ходе поисков, там, двухнедельных, как полагались раньше, две недели поисков, да, и после чего его списывают, считают пропавшим без вести, тогда необходимо по архивным документам выявить район, где самолет мог пропасть. То есть карта поисков, зона поисков, как правило, все пропавшие, которые мы находили и сравнивали впоследствии с документами, с архивными, они все отстояли от границы зон поиска от 2 до 6 километров. То есть до них не долетали, не доходили. А как вы доходите до... ну, не долетаете, но доходите. Ну, информация поступает от местных жителей, где-то кто-то находил, как правило. В большинстве своем эти самолеты уже разграблены на металлолом, и те лесорубы, местные охотники, которые оттуда что-то выносили, вывозили, они никогда не озадачились, не понимали то, что... Что это такое? Что здесь погиб экипаж или погиб летчик, что лежат останки его. То есть им важнее обогатиться, сдать это все в металл, получить какую-то копейку, ну и, собственно, все. А мы потом приходим, дорабатываем, начинаем защищать землю, поднимать и на глубине от 10 до 20 сантиметров в тайге, если то находятся останки. Ну, то есть, как правило, я так понимаю, если мы говорим об обнаружении, то это архивы, это... Местные жители. Местные жители, какие-то городские легенды, да, наверное? И плюс ножками, ножками в прямом смысле ходим, ищем. Бывает, что один самолет до 13 раз выходим ищем. Бывает, идем на один самолет, а находим другой. Бывает, и такой бывало. Такой тоже. Как минимум два раза. Да. Шли на ИУ-28, нашли ТУ-14. Или шли на один МБР-2, нашли другой. В заводском шли, искали СБ, нашли ЛИ-2, транспортник. Три. Да. А куда все это дальше идет? В музей? Вы восстанавливаете это? Расскажи. У нас есть экспозиция наша в музее техники 20 века. На сад-городе там даже две экспозиции. Одна посвященная боям озера Хасан, другая по авиации. Ну, конечно, хотелось бы свой музей. Ну, пока нам не дошли мы до этого. Кстати, нам обещали с помещением помочь, но как-то не получается. Ну, может, нас услышат? Ну, на самом деле, да. То есть, на сегодняшний день назрел вопрос о том, что необходимо помещение одно большое, какое-то, от 80 до 120, скажем, квадратных метров, куда можно определить все вот эти вот фрагменты, наработанные годами личные вещи и документы, и вещи, которые присылали родные погибших летчиков и бойцов. И есть давно уже идея создать именно поисковый музей Приморского края или музей поискового движения Приморского края, потому что такая практика, она хорошо отработана и в Хабаровске, и на Сахалине. Есть поисковые музеи. У нас в Приморье с этим сложно, потому что, я так понимаю, что большая часть помещения – это все государственное имущество, которое государство не спешит давать безвозмездное пользование поисковикам за копеечку какую-то. Когда мы посчитали, сколько нужно платить за помещение 120-150 квадратных метров, это от 60 до 70 тысяч рублей в месяц. То есть мы поняли, что просто нет возможности вообще… Можно отказаться от поисковой работы и… Работать только на музее. На помещение работать, да. Ну а с поисковой работой вам кто-то помогает, или это все исключительно из собственных каких-то началов? В основном из собственных. Ярослав может рассказать про гранты и субсидии, но они покрывают лишь небольшую часть и никогда не покрывают полностью расходов. Даже если вот они на какой-то проект целевой выделяются, никогда никакой грант, ну по крайней мере в нашей практике, не покрывает полностью расходов. Все равно надо что-то докупать, там рации, что-то еще отдельно тратиться самим. Ну а так в повседневном, конечно же, сами. Слушайте, ну ведь я могу некорректно сейчас немножко вопрос задать, но ведь вся эта техника, обмундирование, экипировка, все остальное, это ведь стоит немалых денег. Я примерно представляю, наверное, какие-то суммы, и вы все равно проводите эту работу. Почему? Ну тут, наверное, вопрос, опять же, самый такой банальный, как-то везде. А если не мы, то кто? И опять же возвращаемся к тому, что если мы, ну у нас одно звено какое-то, два звена выпадает из общей поисковой работы, кто-то заболел, кто-то, например, в больнице, кто-то, у кого-то транспорт сломался, ну какой-то... У кого-то работа. У кого-то работа, да. То есть все встает, и никакая деятельность не ведется, кроме какой-то бумажной, документальной. Потому что, опять же, правильно сказали, Сергей сказал, что есть целевые проекты, на которые мы получаем финансирование, например, президентские гранты, да, те же краевые субсидии средств из регионального бюджета, но это все по конкурсу. То есть необходимо подать проект конкретный, в то время как на текущие цели, на текущие нужды поисковых организаций деньги не выделяются стабильно. Потому что, допустим, проект мы закончили, мы купили какое-то снаряжение, оборудование, а пока мы выиграем следующее, это пройдет полгода-год, а нужно ездить, нужно продолжать искать. Звонят местные где-то с отдаленных районов, Красноармейский район тот же, у нас самолет лежит, да, то есть мы нашли вот там личные вещи, пряжки, в Хабаровском крае сообщают, то есть лежат останки в очень большое количество костных фрагментов. А как мы туда доедем? То есть, ну, возможности нету за свой счет тоже. Опять же, тут какие-то удаленные места выезжать, это, ну, только там 2-3 дня добираться, а то и больше, на месте катастрофы поработать тоже. Ну, тут это надо брать отпуска, что-то еще, потому что, ну, все работают так, не так просто. И на такие вещи никто денег, конечно же, не выделяет. Никакой грант такие вещи не предусматривает. Давайте вернемся к нашему непосредственной беседе, да. Что касается поисков экипажей, поиска людей и обнаружения людей, как удается устанавливать личность, идентифицировать, как удается человека? Вы же восстанавливаете эту историческую правду, так скажем. Ну, если это самолет, а ведь место авиационного происшествия, то там алгоритм простой. Нужны номера, номерная информация, номер самолета и номер двигателя. Потому что по этим номерам в аварийных актах, так называемых, то есть это, ну, образно говоря, уголовное дело, да, то есть простым языком, о летном происшествии, которое составлялось непосредственно в части, там, в полку, в дивизии авиационной, туда заносилась вся эта информация. То есть на таком-то самолете с таким-то номером, номерами моторов, вылетел экипаж, там, или летчик такой-то, там погиб и так далее, и так далее. Место происшествия там-то, либо оно не найдено. Когда мы находим этот самолет, находим номера, мы встречаем с той базой катастроф, которую мы наработали с годами в архиве. Архивы находятся все, это Московская область, Подольск, Центральный архив Бенобороны, это Ленинградская область, это Гатчина, получается, Центральный военно-морской архив. И Москва, Питер, Ленинградская, это Московская область. Здесь архивов нету, здесь информации никакой нету. Чтобы ее получить, необходимо туда лететь и ехать, потому что по запросам, по тематическим, опять же, архивы не работают. Они говорят, направляйте своего исследователя, который приедет, отработает. Вот мы, бывает, что приезжаем, в два человека, да, посидели месяц, за месяц там, порядка там, 400 летных происшествий отработали, успели там накопать, и все. Таким образом устанавливаем. Если это, допустим, Красноармейц на местах боев в озере Хасан, там подписные вещи были. То есть раньше медальонов еще не было, их еще не ввели тогда, смертные медальоны, бонетовые, пенальчики. То есть там обувь, ремни, котелки, фляжки, ложки, насарапывались инициалы, насарапывались фамилии, подсумки патронные те же. Вот таким образом можно попытаться определить. Опять же, это косвенные признаки, мы никогда не утверждаем, что конкретно это вот такой-то боец. То есть тут нужна экспертиза генетического слечения останков с ныне живущими родными, которые делаются только за деньги и только специализированными организациями, на которые у поисковиков всегда возможности нет. Но вы же предупреждаете родственников. Не было таких ситуаций, чтобы, допустим, обзванивались родственники, говорилось, что предположительно найден там предок, да, ваш. Не было такого, что родственники устанавливали в дальнейшем? Нет. Нет. Был нами найден в 2012 году боец останки красноармейца Степана Алексеевича Белова. Мы опознали по инициалам на котелке три буквы, то есть фамилия, имя, отчество БСА. И по списку пропавших и погибших всех воинов проходит только один боец с такими инициалами. То есть тут совпадение как бы минимум. Быть не может. Вот. И здесь вот второго мы нашли сейчас, Кожевникова. У него фамилия на подсумке наполовину. Кожев. И дальше там плохо читаемо. То есть у нас по спискам один только Кожевников, Егор Егорович. Числится. И вот сейчас Хасанский военкомат занялся поиском родных в Саратовской области, родственников вот этого бойца Кожевникова. А почему Хасанский в основном район? Больше всего слышно о каких-то поисках именно в Хасанском районе. Ну, конкретно место боев у нас одно. Бои в озеро Хасан в 1938 году. Если самолеты по всей территории края, то вот такое место боев у нас одно. Потому оно точкой притяжения такое является. У нас там было почти 110 пропавших без вести бойцов. Вот еще 80 предстоит найти. То есть планируете прям найти? Ну, по возможности всех, да? Все, что в наших силах сделаем. А где-то, ну, Ярослав уже сказал, что и под Владивостоком находили. Где еще по Приморью находят останки самолетов и останки людей? Как полигоны НКВД? Да где вы знаменитые? Про останки людей, вот когда строили к саммиту объездную, Тарасу Седанко потрогал, нашли массовое захоронение. Если помните, 10-й год, 9-й. Да, 10-й. Вот, и озаботились власти наши, а как же нам с этим быть? И вспомнили, что есть у нас такие из авиапоиска ребята, которые умеют работать с человеческими останками, поднимать. Вот попросили возглавить работу, это авиапоиск. И Ярослав руководил, давали там нам студентов, археологов и военные были, и врачи, кого там только не было, милиция. Все, по-моему, все ведомства поучаствовали в этой работе. Почти 500 человек, 498 человека подняли, останки. Правда, потом они превратились стараниями средства соинформации в 5000 репрессированных, там кто больше, нолик приписали. Там еще, кстати, не факт, что это были именно репрессированные, потому что там из них треть это монголоиды, и наше предположение, что это из миллионки потомки хунгхузов, я не знаю, как их называть, китайские мафии, это преступный элемент, который весь вывезли в одно время, и вот на спецполигоне утилизировали, наверное, да, как-то. Слушайте, а что за история с кладбищем на русском острове? Она у вас есть в социальных сетях, мне кажется, ее не обсуждал только ленивый, наверное. Ну, что же там произошло, расскажите кратко. Ну, мы не смогли обойти стороной. Эта новость, когда начало по всем соцсетям распространяться, вот эта информация поползла о том, что некие местные жители, неравнодушные граждане обнаружили, оказывается, у нас есть могилы каких-то моряков с крейсера, громобой России, Рюрик и так далее, именоносец номер 200. Заброшенные. Заброшенные, да, и вот кресты стоят с фотографиями. Еще табличка, что кладбище героев Белой Гвардии уничтожено красными вандалами в 1924 году. Интересно, когда это громобой в Белую Гвардию записали. Ну, ладно. Ну, то есть это какая-то чья-то злая шутка? Ну, насчет злой шутки, ну, просто есть городские сумасшедшие всякие, вот есть люди из магического салона, которые там, я не знаю, зачем им это надо было. Ну, наверное, был благородный порыв с их стороны, хотелось что-то сделать, восстановить кладбище, бывшее войсковое, 33-го восточно-сибирского стрелкового полка, которое там было, в принципе. Но кладбище-то, оно получается с 1906-1908 года началось, его история началась, то есть уже после русско-японской войны. Они туда приписали могилы якобы моряков, которые погибли в Сусимском сражении в 1904 году. Но все прекрасно понимают, адекватные люди, что моряки, которые погибли в августе в Сусимском проливе, в Сусимском сражении, они хоронятся по морскому обычаю, предаются морю, а не земле. И никто бы не стал при отсутствии морозильных установок ввести останки в Владивосток. И тем более в той части русского острова, где вообще никакого строительства не велось, там была тайга хоронена. Тем более, что было кладбище флотское в другом месте. Морское кладбище, да, знаменито оно, вот оно есть и всегда будет. Где мемориал, собственно, морякам сваряга и так далее. И смысл где-то в Тьму-Таракане на острове Русском, где ненормальной дороги ничего нет, хоронить привезенных. Ну, тут элементарно. Всем понятно, что это кто-то привлек к себе внимание. Назовем это так. Нездоровый хайп такой. Вы же находите, когда вы находитесь на поисковых работах, вы находите какие-то личные вещи, ну, помимо того, что это медальоны, да, там, все остальное. Кольцо недавно было найдено. То есть искали кольцо с инициалами, искали вы, я так понимаю, даму сердца или кого, кому принадлежало это кольцо. Ну, в общем, как-то пытались найти хозяина. Мы ездили на Сахалин работать, проводили там поисковые работы на бывшей 50-й параллели. Это Хармитокский укрепрайон японский, который наши войска что-то умывали в 1945 году. И вот буквально на позициях вот этого укрепрайона японского, да, вокруг там ячейки стрелковые, где-то периодически на стрел попадаются гильзы японские, наши гильзы. И вот тут раз, чисто-чисто, раз сигнал дал металлодетектор, ну, я откопал землю, я ходил, да, как раз поднял, поднимаю кольцо. Но я поначалу чистил, думаю, кольцо, наверное, какое-то, ну, старое, думаю, может, какого-то там генерала японского. Нет, потом смотрю, абсолютно на нем звездочка наша, там буковки русские, проба стоит, серебряное кольцо. А жаль, да? Да нет, на самом деле нам не было жаль, тут даже оно казалось интереснее, потому что вот на камешке инициалы были насарапаны, прям так вот гвоздиком или чем, Т плюс Л. И мы озадачились поиском именно владелицы этого кольца, возможно, бабушка какая-то уже, наверное, в годах должна быть, потому что кольцо периода 50-60-70-е годы. Вот, и как раз, судя по пробе, судя по производству этого кольца, вот, но на сегодняшний день, к сожалению, пока никто не нашелся, вот, мы через средства массовой информации, через соцсети информацию давали, ну, пока вот никого. Что касается поиска вещей, мы разобрались, что вы и здесь помогаете. Давайте, знаете, к чему вернемся? К работе непосредственно, и сейчас есть какие-то объекты, ну, которые вам предстоит исследовать, которые, может быть, в процессе находятся? 24-25 апреля приглашаем всех на Дефрис, полуостров, недалеко. Все, кто хотел себя попробовать в авиапоиске, боялся в этом признаться, далеко ехать не надо, в Тайгу идти не надо. Всех желающих приглашаем. 20 метров дороги. Да, 20 метров дороги. Что там будет происходить? Там, ну, во-первых, хотим навести порядок на мемориале, у нас в планах приведения в порядок могилы, реконструкция памятника погибшему экипажу Ту-95РЦ, ну, и поиск, потому что там большая площадь разлета обломков, и думаем, что, может быть, там еще что-то можно найти, может быть, даже станки членов экипажа, потому что самолет после взлета упал, там почти сотня тонн топлива на борту было. Разгорание. Представляете, какой-то был взрыв-пожар, и комиссия, которая на место катастрофы прибыла, они там от экипажа нашли, ну, как-то рожки-доножки, да, что называется, фрагменты только. Так что, может быть, мы и найдем кого-то из экипажа части. Ну, вот, кстати, по этой истории буквально свежая информация, вот у нас сейчас нашелся очевидец, проживает в Артеме, военный пенсионер уже, дядечка, вот, он рассказал прям подробно, расписал всю историю, он оказался на месте падения через 20 минут после самой катастрофы, после происшествия, он слышал, как это произошло, как это громыхнуло, он говорит, вот, из Южной Угловая, это бывший аэродром, это неподалеку, там буквально прохладный, поселок Новый, получается, там они рядом были. И он говорит, что останки лежали повсюду, то есть все было разбросано, вот, на большом расстоянии, переднюю стойку шасси от самолета в полутора километрах нашли. Вот, долго искали, ходили. Спасся один прапорщик Звягинцев, который выпрыгнул из хвостовой части, из кормы оттуда сам. Но у него, получается, вообще случай, конечно, уникальный, он говорит, ну, когда комиссия проводила расследование, парашют у него не успел раскрыться, потому что он на высоте 100 метров покинул самолет, парашют не успел раскрыться, он упал на крышу железного сарая, там склад стоял, в крыше были дырки, вот, он через дырку пролетел между двумя металлическими балками, на которые мог упасть, и упал на тюки с сеном. То есть, насколько трудно человеку. Безунчик. Да, тут вообще покинуть такой самолет достаточно проблематично в аварийной ситуации. Недавно, если помните, в Татарском проливе у нас подобный самолет Ту-142 упал, вот, никто не спасся тоже, потому что в ходе развития аварийной ситуации, там катапульт на таких самолетах нет, там надо дойти до люка, да, и самому из него выпрыгнуть. А если это перегрузка, там, штопор, что-то еще, тут, может быть, и, ну, невозможно добраться до этого люка, а тут он успел самолет покинуть, и еще и... И все наупасть в итоге. Да, еще и выжить. Это чудо какое-то просто. Вообще чудо. И то, что очевидец до сих пор, у меня мурашки по коже. Нет, подробно, там, рядом, мы просто опускаем подробности, то есть, то, что он сказал, да, как бы по этическим соображениям. Но есть смысл провести, да, там, поисковую работу, есть смысл поработать на месте, потому что вся мелочь не была собрана. И вот люди, которые туда придут, на этот субботник так называемый, у них есть все шансы, возможности почувствовать себя поисковиками. Ну, зачастую вы работаете, это глухая тайга, это болото, или это какая-то поля, я не знаю, открытая местность. Где приходится зачастую работать, Сергей? И поля, и болото, и тайга, и всякие хребты без терапинок, и дорог, как вот откуда мы И-16 выносили Виктора Воликова, и, ну, части самолета, и летчика. Вот там достаточно такая труднодоступная местность. Вот. Ну, а бывает, что и в чистом поле, как под Артемом, несколько самолетов, Як-9 мы поднимали. А в экспедиции как долго находитесь? Самая долгая у нас была экспедиция в 18 дней, да? Межрегиональная. 21 день. А, так, ты про Сахалинские, наверное, читаешь? Нет, я про 16-й, а, 18 дней? 18. 18 дней. Так, когда мы ездили, с первого у нас была Еврейская автономная область, там под Берафельдом, скоростной бомбардировщик СБ отрабатывали, а потом в Хабаровском крае, на берегу Охотского моря проводили отпуск, можно сказать, вот, 18 дней. Ну, тяжело, да, слишком долго, да, очень тяжело, там, начинаешь... Вот на мужском коллективе раздражаться, вдруг кто-то не хочет мыть посуду, не будем показывать пальцами. Ну, то есть это такая полноценные полевые условия, вы там живете, я не знаю, в палатках, в машинах. В машинах, в машине в одной, да, в четвером в палатках, да. Поэтому, ну, кормим мошку комаров. А что делать? Нужно экипажи хоронить. Самолеты эти, вы выносите, обломки самолетов, я так понимаю, что найти целые, это нереально. Или там даже максимально сохраненные, это тоже нереально. Но это только в фильмах, когда людям рассказывают, что ищем самолеты, и сразу в голове такая картинка, лианы, там, деревья, висит там самолет, переплетенный скелет за штурвалом. Такого не бывает. Нет, такого не бывает, конечно же, никогда, потому что самая маленькая скорость встречи с землей у самолета, там, будет порядка 200-300 км в час. Ну, любой самолет при такой скорости падения на землю превращается в металлолом. Ну, когда на вынужденную садятся, там еще самолеты более-менее целые, но тоже фрагментируются неслабо. Вот, ну, ни одного целого самолета мы из 140 мест катастроф не находили все. Ну, обломки все эти вы достаете с помощью крупногабаритной какой-то спецтехники? Или на себе? Два студента и лопата за меня как экскаватор, да? Нет, ну и, к сожалению, далеко не все можем вывезти, вывозим мы только... То, что вывозил. Только то, что можем вывезти. А не все разрешено, наверное, да? Чет, почему? Там запретов-то как таковых нету. Физически невозможно. Да, тащить по тайге 5 км до ближайшей грунтовой дороги с перепадами высоты по 500 метров стойку шасси, там, бронеспинку, что-то еще. Весом по 50-60 кг. Удовольствие не из приятных, вот. И никакая техника тут не поможет. Последний вопрос хочу уже задать под завершением программы. Поисковое объединение, авиапоиск. Сколько вас бойцов таких? Ну, если списочный состав брать, то 18 человек. Если брать по факту, те, кто... Действующих. Действующих, да. То есть порядка 7-8 человек обычно ездит. Ну, костяк, как правило, вот есть боевая группа, да, разведка, это вот 3-4 человека всегда выезжает, да. То есть бывает вообще вдвоем всегда ездим на разведку на какой-то раз, место два нашли. То есть вот в прошлом году мы выезжали вдвоем и в Хабаровский край. Нашли сразу два места падения самолета, от третьего нашли там фрагменты. Вот. То есть за неделю можно, ну, элементарно, то есть, скажем так, как это, спецназ авиапоиска выехал, проверил, посмотрел. После этого собирается уже группа, вот как мы сейчас на выходные, в район поселка Заводской МИГ-19 идем поднимать. И, то есть, собираем группу людей, всех добровольцев, желающих, кто хочет принять участие, и вперед. Присоединиться к вашим рядам можно? Да, запросто. То есть любой может? Мы всегда рады, то есть, ну, главное, чтобы было понимание, зачем это нужно, и была определенная туристическая, хотя бы походная подготовка, и понимание, что ты идешь туда не за сувенирами, которые в карман себе положишь потом, а идешь поднимать останки погибших авиаторов, либо вот эти вещи личные, которые будут найдены, они идут в музейную экспозицию. Всегда. Ну, то есть подготовка, она все-таки важна. Такого, как я, кого комары закусают, туда лучше не соваться. Ну, вот на Дефрис можно и без подготовки. Да. В черте города. А там, может, и втянетесь. Чем вы занимаетесь в жизни? Ну, вот мне просто интересно, чисто по-человечески, чем занимаются в жизни бойцы авиапоиска? Кто они? У нас есть и люди науки, и летчики военные есть, и обычные люди. И специализовцы, и бойцы, и кто кого-то наконец. Да, тут очень разнообразный спектр, институты у нас были, пенсионеры, разные люди. Ну, что ж, тогда я желаю, чтобы ваши поиски всегда оканчивались успехом. Ну, и надеюсь, что власти обратят на вас внимание, и появится свой музей, у вас может быть спонсор или еще кто-то, но своему музею у авиапоиска хочется, чтобы он был. Спасибо, что пришли к нам на программу. Спасибо вам. Спасибо. Это была программа «Время говорить». В гостях у нас были представители поискового объединения «Авиапоиск», командир Ярослав Ливанский и боец Сергей Балкин. В студии работала Юлия Ракотская. Увидимся на «Восьмом». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова